В Казахстане предложили проводить митинги в онлайн-режиме. Эту идею активисты озвучили во время заседания Общественного Совета Алматы. Там обсудили законопроект о мирных акциях протеста. О чем еще говорили эксперты, расскажет мой коллега Владимир Бовкис. Быть услышанным и понятым – эта возможность должна быть у каждого казахстанца. Сейчас, говорят эксперты, все больше жителей страны используют соцсети в качестве площадки, где есть возможность заявить о своей проблеме. Так почему же не использовать эту платформу и дальше? Если народ хочет выразить свою волю, высказать свое мнение по тому или иному поводу, то ему нужно предоставить такую возможность. Другой вопрос – как это сделать грамотно и правильно. У нас маловато опыта. К тому же многие наши граждане еще не готовы проводить собрания, митинги в рамках закона. Нередко приходится сталкиваться с провокаторами, которые нарушают любое мирное шествие. Поэтому можно понять органы власти, которые из-за таких случаев осторожно дают разрешение на проведение митингов. Министр пообещал, все предложения примут во внимание. Даурин Абаев обозначил сильные стороны законопроекта. Понятийный аппарат, закрепление в законе статуса прав и обязанностей организаторов, участников и журналистов, закрепление компетенций госорганов, определение специализированных мест для проведения митингов, внедрение уведомительного порядка проведения митингов, внедрение регламентированного порядка, а главное – четкий и понятный механизм рассмотрения уведомлений и заявлений. Закон, какой мы вам сейчас представили, естественно, претерпит свои изменения. То есть не будет такого, что мы вам показали. Для этого мы здесь все собрались, здесь уже несколько очень резонных замечаний было высказано. Я абсолютно уверен, что практика, она зависит какая. То есть мы сейчас примем этот законопроект, и через год мы наверняка к нему вернемся, потому что практика будет, и госорганы будут говорить, и общественники будут говорить, и активисты будут говорить, что вот это, вот это не работает или работает в другую сторону. Необходимо поправить. Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения провело опрос на тему права на мирные митинги в Казахстане. Опрошены жители 14 областей и 3 мегаполисов. Мнения разделились. 40% участников соцопроса считают, что акции протеста ничего не решают и только нарушают общественное спокойствие, и, что еще хуже, могут закончиться массовыми беспорядками. Немногим больше 46% респондентов, напротив, уверены, что подобные собрания способны повлиять на конкретные события или решения властей. Подавляющее большинство казахстанцев согласны с требованиям, прежде чем проводить акции протеста, пусть даже и мирного характера, необходимо получить разрешение органов власти. В меньшинстве оказались те, кто считает иначе. Всего 17% опрошенных заявили, что достаточно просто поставить в известность соответствующие ведомства и не ждать их согласия. Безусловно, это очень важный и нужный закон для нашего общества. Поэтому мы обсуждаем его с большой аудиторией. Любой желающий мог принять сегодня участие в этом и внести свои предложения. И поэтому уверен, любые предложения принесут огромную пользу для демократического общества. Доуриен Абайф отметил, что в законопроекте предусмотрено, места проведения мониторингов будут определяться маслехатами, и площадки для сборов должны быть обеспечены транспортной доступностью. И принцип «не на окраинах» будет соблюден. Надо в этом проекте закона учесть нормы других уже действующих законов Уголовного кодекса, Административного кодекса. Надо учесть содержание закона о средствах массовой информации, где уже прописаны действующие нормы. Один принятый закон о митингах и собраниях не решит какие-то определенные постановочные вопросы. Вообще закон должен лечь в общую пирамиду законодательства страны. И должен быть очень тесно взаимосвязан с другими нормативными актами. Еще один пункт, который вызывает шумные обсуждения, предложение по ответственности СМИ. Разработчики документа предлагают, в целях безопасности журналистов у корреспондентов должна быть какая-то специальная одежда, обозначающая принадлежность к средствам массовой информации. Использовать предметы одежды или иные средства, препятствующие распознаванию лица. Но я вам скажу, что порой нам, журналистам, нужно быть в толпе, нужно быть с людьми, нужно брать информацию с первых рук, нужно брать информацию у той стороны, у этой стороны. То есть порой нам хочется смешаться с людьми. Бывают, конечно, моменты, я понимаю, государство, которое хочет защитить нас, и дать нам жилеты специальные, чтобы мы не пострадали. Теперь, когда разработчики законопроекта объехали почти все города республики и выслушали мнения казахстанцев, остается собрать все мнения в единое целое. Эксперты говорят, что впервые с 1995 года новые нормы позволят по-новому взглянуть на проблемы и решить их. Напомню, что поручение о разработке нового закона было дано президентом Казахстана на заседании Национального совета общественного доверия. Владимир Бовкин, Кенжи Амраев, Алматы, Хабар, 24.